МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И тогда режиссер фильма Марта Мессераш, чтобы помирить их, придумала в своем фильме сцену, которую они могли бы сыграть вдвоем. Для Марины это было огромной радостью, ведь они никогда не снимались вместе, и они так давно не виделись. Высоцкий должен был прилететь всего на два дня, но самолет из Москвы из-за плохой погоды развернули прямо над Будапештом. Целая ночь для них была потеряна. А когда на следующий день Марина встречала Высоцкого на вокзале, он вышел из поезда не один, а с красивой негритянкой, с которой познакомился в вагоне ночью. Высоцкий был усталый, не выспавшийся, в глазах пустота. Встреча, которую так сильно ждала Марина, была испорчена. Расстроенные они сразу поехали на съемочную площадку. Позже Марина вспоминала. Во время съемок каждый раз случается чудо. Марин. Твои пустые глаза загораются. Ты целуешь меня. И мы живем для камеры минуты, которых так давно не было у нас в жизни. Прошло много лет. И только теперь я понимаю причину моего беспокойства. Холодная паника, которую я увидела тогда у тебя в глазах, возникает у наркоманов, когда они вовремя не получают своей дозы наркотика. А между тем, на экране мужчина страстно влюблен в женщину, и она неравнодушна к нему. Это были единственные несколько минут, которые мы прожили на экране. Вместе. А в жизни им оставалось совсем немного времени быть вместе. Через три года Высоцкого не стало. 7 ноября 2006 года в знаменитом Парижском театре Буф-де-Нор режиссера Питера Брука состоялась премьера спектакля, который привлек внимание не только искушенных зрителей, но и звезд французского кино. Именно на этой сцене, где 30 лет назад пел Владимир Высоцкий, впервые за много лет играла Марина Влади. Долгие годы она не снималась в кино, не давала интервью, и жила затворницей в своем доме в парижском предместе Мезон Лафит. Выйдя на сцену, Марина Влади прервала долгое молчание, чтобы рассказать главную историю своей жизни, историю их любви. Редактор субтитров А.Семкин Они встретились в 1967 году. Владимир Высоцкий был подающим надежды молодым актером театра на Таганке, а Марина Влади – актрисой мирового уровня. И на Московском международном кинофестивале она оказалась в центре внимания. Вся страна знала ее по фильму «Колдунья». Все женщины Советского Союза подражали ее походке, прическе. Мода на распущенные волосы появилась после этого фильма. Я обалдела абсолютно от всего, что меня растерзали просто. Я совсем не знала, что меня знают, что меня любят, что есть девчонки, которые именно под меня работают. «Колдунья» была фильмом совершенно культовый. У нас французское кино, в основном это был Жерар Филипп, это какие-то исторические картины, какие-то кренолины. Друга женщина в платье, лисицем на голое тело, с распущенными волосами, с такой энергетикой, с такой неожиданностью. Володя, когда увидел колдунью, ее, она турель, его пленила. А он был человек очень азартный. И он сказал, «Я добьюсь, что она будет моей». В один из вечеров гостей московского фестиваля, среди которых была и Марина Владя, привели в театр на Таганке. Шел спектакль «Пугачев» с Владимиром Высоцким в роли Хлопуши. «Я хочу видеть!» В тот вечер, когда я вышла из театра на Таганке в Москве, я была потрясена, как и весь зал, этим актером, его силой, отчаянием. «Я хочу видеть этого человека!» После спектакля в ресторане Марина Владя и Высоцкий оказались в одной компании. У тебя напряженный, неистовый взгляд. Ты рассматриваешь меня безо всякого стеснения, потом подходишь ко мне и говоришь, «Наконец-то я встретил вас!» Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Он пел мне все свои песни всю ночь. И вот ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. И тут же безо всякого перехода говоришь, что давно любишь меня, что однажды посмотрел фильм «Колдунье» и никогда не мог представить себе, что когда-нибудь увидишь меня живьем. Я смеюсь, а потом уже серьезно говорю, что ты необыкновенный человек. Но я приехала всего на несколько дней. У меня трое детей и Москва далеко от Парижа. Ты отвечаешь, что у тебя у самого семья и дети, работа и слава, но все это не помешает мне стать твоей женой. Ошарашенная таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой завтра. За ней очень многие здесь ухаживали. И когда вот она сюда приезжала на фестивале, здесь вокруг нее рой наших вот донжуанов, значит, отечественного разлива было. Там были люди с именами, с деньгами, с положением в обществе, кстати, с возможностью выезжать за рубеж. Не просто их там распихал всех локтями, а он как бы оказался и она его полюбила. А потом он был необыкновенно обаятельным человеком. Я со многими женщинами разговаривал, которые были с ним знакомы. И я вижу, что все так или иначе были в него влюблены. Очень, очень богатая страна. После первой нашей встречи наступила первая разлука. Уже в Париже, когда я размышляю над тем, что со мной происходит и почему мне так тоскливо, телефонный звонок обрывает мои невеселые раздумья. Это ты. Я слышу теплый тембр твоего голоса и русский язык, напоминающий мне об отце, которого я обожал. И от всего этого у меня ком в горле. После разговора я кладу трубку и реву. Ты влюблена, моя девочка, говорит мама. Наверное, у нее был такой период жизни, когда женщина очень ищет человека, который мог бы ее разогреть вот эмоционально, чувственно. Не просто в смысле страсти, не физиологически. Ей нужно было удивление в жизни, потому что она много видела. Она видела разных мужчин и очень интересных. Марина снова приезжает в Москву, но не застает Высоцкого. Он в Сибири на съемках фильма «Хозяин тайги». Марина начинает сниматься у режиссера Сергея Юткевича в фильме «Сюжет для небольшого рассказа». Когда съемки «Хозяина тайги» заканчиваются, Высоцкий и Влади наконец встречаются в Москве. В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки, и слышу обрывки фраз «На всю жизнь моя жена». Родители Марины, русские эмигранты, бежавшие во Францию от революции, всю жизнь мечтали вернуться на родину. Если бы им сказали, что много лет спустя их дочь приедет в Россию и выйдет замуж за русского артиста, они бы не поверили. Марина, самая младшая из сестер, с 8 лет зарабатывала озвучанием фильмов. Она начала сниматься с раннего возраста и в 15 лет уже играла в паре с Марчеллом настрояне. Щекотно, перестаньте. Когда Марине было 13 лет, умер отец, которого она обожала. Девочка была так потрясена утратой, что в память об отце решила взять псевдоним. Первые пять букв имени отца Владимир. Так урожденная Марина Полякова-Байдарова превратилась в Марину Влади. Отец, конечно, был мой главный мужчина в жизни, естественно. Но он был артист замечательный. И для меня это очень важно. Он был талантливый, безумно талантливый, даже слишком талантливый, потому что фактически он все умел. Он был адвокатом, он был инженером аэронотик, он был летчиком, он был спортсменом замечательным. Он учил мне боксом заниматься. В общем, он пел, конечно, гениально просто. В каждом из двух своих предыдущих мужей Марина искала какие-то качества отца. Первым мужем Марины был выдающийся актер и режиссер Робер Ассейн, прославившийся в фильмах об Анжелике. Второй был отважным летчиком. В Высоцком соединились и талант, и мужество, и страстность. Именно своей многогранностью он напоминал Марине отца. Я Дон Куан и я тебя люблю. Я думаю, что вот эта вот мечта ее отца вернуться в Россию, русские песни, вся вот эта вот такая Россия, по которой ей рассказывали, в нем вот та Россия была. Он абсолютно русский человек. Она даже говорила, что она в него не сразу влюбилась. В первую очередь она это в нем ощутила. Вот абсолютное воплощение безудержу, страсти какой-то. Вот что-то в ней проснулось, что в нее вложили ее родители. Я думаю, что она была этим поражена. Высоцкий к моменту встречи с Мариной Влади был уже дважды женат. Первый брак с сокурсницей по школе-студии МХАТ Изой Жуковой был короткий, без детей. Во втором браке с актрисой Людмилой Абрамовой у Высоцкого родилось двое сыновей. 13 января 1970 года в небольшой квартирке, снятой накануне и за один день превращенной Мариной в уютное жилище, состоялась свадьба Марины Влади с Владимиром Высоцким. На следующий день Марина и Высоцкий отправились в Грузию в свадебное путешествие на теплоходе. Если я богат, как царь морской, крикни только мне... Дни свадебного путешествия Марины и Высоцкого были самыми счастливыми в их жизни. Это ощущение полного счастья для них не повторится уже никогда. Дом хрустальный на горе для нее Сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные золотые мои росы Володя снимал жилье, квартиры не было довольно долго. Поэтому они с Мариной снимали. Снимали в одном месте, потом в другом месте, потом там кончилось, нельзя было снимать. Я все сказал, приезжайте к нам. Они привезли огромный матрас такой, нечеловеческого размера, в правильную комнату. И мы вместе завтракали, вместе ходили свободно на работу. Марина готовила обед, она ждала, или мы куда-то ходили. Она никогда никуда не наряжалась, она очень просто одевалась. Очень, очень неизысканно, но очень просто. Она была абсолютно естественной женщина. И, конечно, с ней было очень трудно, Володя, потому что она не прощала никакой фальши, не любила никаких комплиментов. Вот это все она терпеть не могла. И все-таки она была мать троих детей. Поэтому она видела всякое хулиганство и, так сказать, шутки. Вроде был похож на ребенка. И поэтому она смотрела на него с огромной такой вот симпатией, но больше как к ребенку, я бы сказал так. Не совсем как к мужчине. И безумно ей нравилось то, что он пел и делал. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, подрость духа грации и пластика. Сыновья Марины обожали Высоцкого. Средний Петр не без его влияния увлекся игрой на гитаре. С легкой руки Высоцкого юношеское увлечение Петра стало позже его профессией. Володя пытался заниматься детьми, но дети смотрели как на своего брата. чем на папу или какого-то в том, что он был такой же, я бы сказал, как и они. Вообще французские дети очень сложные дети. Они все были от разных отцов. Но он к ним очень хорошо относился. Он там одного пытался как-то перевоспитать. Там один был шальной совсем парень. Бросился во все тяжкие, ну как положено в этом возрасте. Он его как-то пытался из этого вырвать. Авторитет у него был странный, потому что он там говорил ты не должен курить, а на шу или там что-то такое. Когда Марина познакомилась с сыновьями Высоцкого, им было 6 и 7 лет. Марина видела, что Высоцкий очень переживает, что его дети живут отдельно от него. Нам достаточно ясно и быстро объяснили, что папа с мамой разошлись. Нам не сказали, что вот папа подлец, он вас бросил, забудьте думать. Нам объяснили вот так вот на таком полудетском, полувзрослом языке, что тем и он Вас любит, он будет с Вами встречаться, Вы будете. Но вот у него другая там жена. Ну, она очень четко ставила вопрос, что надо им заниматься, и надо с ними проводить время и так далее, и так далее. Но там была сложная в череда российской ситуации, там мама не хотела, чтобы она не хотела, что то, они пускали детей, потом дети были настроены против папы, они с ним не разговаривали, они дулись. Ну, и кто их судит, они были маленькие дети, но были жестокими детьми. Я помню, как он это переживал. Он там брал их на целый день. Мужчине очень трудно целый день провести с детьми, не знать, что с ними делать. Он старался, я видел это, но не было контакта тогда никакого, и он как-то бросил это быстро. Я не помню, чтобы он нами как-то вот занимался, вот играл, помню, я помню, что мы все время просили его что-то сделать, вот там на руки встать, но нам нравилось, что он сильный, чтобы он нас поднял куда-то, там забросил куда-нибудь во дворе на высокую ветку какую-то, но я не помню, чтобы вот он сосредоточенно нами занимался. Он был очень занятым человеком, и дом это было совсем не то место, где он чаще всего бывал. Театр, съемки, концерты, друзья, поездки, гастроли. В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребенке, но наше положение без того трудной было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо. Он был бы не связью, а препятствием. Достаточно было нас двоих, чтобы тащить на себе проблемы нашей семьи. И конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа. Остаться без отца в 13 лет было для меня раной, от которой я больше всего страдала в жизни. А ребенку, о котором ты мечтал, могло бы быть от 11 до года, в июле 80-го, когда тебя не стало. У Марины Высоцкого всегда было очень мало времени, чтобы быть вместе. Днем он работал в театре, снимался в кино, давал концерты, а по ночам писал стихи. Я жду на диване твоего кабинета, чтобы ты прочел мне написанные только что стихи. И иногда засыпаю. И вот в тишине ночи ты ласково гладишь меня по щеке, чтобы разбудить. Ты читаешь мне стихи. И это одна из самых полных минут нашей жизни. Сопричастность, глубокое единение. Это твой высший дар мне. Вся страна знала его по песням и параллелям в кино. Но не менее важное место в жизни Высоцкого занимал самый авангардный театр в те годы. Театр на Таганке, который создал Юрий Любимов. Юрий Петрович любил Володю. Бесспорно. Он ему очень много прощал. И Володя тоже его в общем как все его актеры он его побаивался немножко. У меня с ним были особые такие хорошие отношения несмотря на его все безобразие и прессинг артистов почему ему можно а нам нельзя. Да потому что ты не он. Ну конечно когда он срывал мне но все но если публика ждет а его нет а нужно было ему играть Гамлет и Гамлет не может играть потому что напился. Телефон настойчиво звонит. Я беру трубку и впервые слышу незнакомый голос который временами заглушают стоны и крики. Приезжайте сюда надо его забрать. Ты лежишь на провалившемся диване и жалко морчишься. Пол уставлен бутылками и усеян окурками. Ты пытаешься подняться. Ты протягиваешь ко мне руки и я дрожу с головы до ног. Я беру тебя в охапку и тащу домой. Она его просто спасла. Если бы не она он бы в очередной своих третьих погибших заголовных погибших. Она его тащила через Москву. Врача у него налажены контакты со всеми врачами. Она вытаскивала его просто из смерти. Это 1968 год. Я пришел на сутки и увидел что в зале находится Высоцкий. Он в крайне тяжелом состоянии поступил к нам в отделение накануне. И что в течение нескольких часов практически боролись за его жизнь. Все время чувствовали присутствие Марина Влади которая просила пустить ее в зал и все время кричала все я русская пустите меня я же русская. Всего два раза в жизни у меня не хватило на это сил. Первый раз в самом начале нашей совместной жизни. Когда в пьяном бреду ты называл меня не моим именем. Второй раз когда ты вышвырнул меня в коридор и заперся в ванной чтобы допить бутылку. задыхаясь от ярости я хлопнула дверью и послала тебя к черту. В обоих случаях ты провел полгода в адских мучениях. И я тоже. Она понимала есть черта за которую переходить нельзя. Нельзя там грузить других людей своими проблемами без конца. Нельзя висеть у них на шее. Нельзя падать что тебя волокут. Когда он сильно выпивал его невозможно было довести до дома это же был человек буйный. При мне он один раз бросился с балкона вниз это шестой этаж мне удалось его поймать за кортку слава богу он был в кожаной кортке она не лопнула я не знаю каких сил мне хватило его тащить обратно. Марина практически перенесла сюда всю свою жизнь она зарубила свою карьеру у нее шикарная роскошная совершенно карьера мировой суперзвезды она ее прорвала потому что по первому тревожному сигналу она бросала все съемки работы кидалась в Москву и с ней не стали заключать контракты режиссеры боялись брать ее на роль она полностью посвятила свою жизнь Володе я фактически бросила свою профессию потому что я снималась очень мало в течение 12 лет я снималась два раза в год примерно однажды утром ты говоришь мне знаешь Андрей Тарковский готовит фильм и он хотел бы пригласить тебя на пробы через несколько дней мы с небольшой съемочной группой выезжаем в деревню Андрей объясняет мне что фильм зеркало автобиография и он хочет попробовать меня в нем на роль своей матери Андрей делает мне комплименты я довольна собой я возвращаюсь и рассказываю тебе как прошел день и мы начинаем мечтать если я снимусь в этом фильме у меня будет официальная работа в Советском Союзе я смогу дольше жить рядом с тобой и потом сниматься у Тарковского это такое счастье проходит несколько дней Андрей не звонит а когда еще через несколько дней секретарша Тарковского сообщает нам что роли уже распределены и что меня благодарят за пробы ты впадаешь в жуткую ярость наши надежды на то что у меня наконец появится работа в России и это позволит нам дольше бывать вместе рухнули Марина все чаще вынуждена уезжать к взрослеющим сыновьям в Париж ее дети в основном живут во Франции Высоцкий же не может выехать за рубеж даже к жене долгие годы как и многим советским людям ему не дают разрешения на выезд частые расставания были тяжелы для Высоцкого и Влади хотя именно разлуки отчасти помогали им в течение 12 лет совместной жизни сохранить свежесть чувств но даже расставаясь на короткий срок они постоянно переписывались и практически ни дня не обходились без телефонного разговора ну что моя ласточка ну Маринчик я даже не знаю про что ну приезжая в Москву Марина часами просиживает в Авере у послов министров подключая свои многочисленные связи и только через 6 лет после свадьбы Высоцкому впервые удается выехать за границу вместе с Мариной в фильме я играю Дон Гуан в маленькой трагедии Пуле Пушкин в этот период Марина и Высоцкий много путешествуют по миру Марина устраивает Высоцкому сольные концерты в Париже записи на телевидении чуть помедленнее кони чуть помедленнее умоляю вам вкач не лететь на первый взгляд в эти годы жизнь Высоцкого могла показаться очень благополучной у него была бешеная популярность несмотря на то что его не печатали его песни знала вся страна и слушали даже те кто запрещал его печатать он играл в одном из лучших театров страны главные роли несмотря на запреты ему удавалось изредка сниматься в кино он хорошо зарабатывал концертами у него была единственная в Москве машина Мерседес но Высоцкий переживал тяжелейший внутренний кризис о котором догадывались только самые близкие люди конфликт внутренний был огромный он ведь сомневался в себе очень понимаете он самоутверждался через актерство свое то что его официально не принимали для него это было очень оскорбительно и ему казалось что он на каком-то другом уровне у него были понятия иерархи каких-то что он где-то там внизу песенки поет а вот поэты они печатаются на бумаге а его на бумаге не печатали унижение ежедневное отказы от всего отказы в театре сколько пьес они репетировали с Любимовым и в конце концов они не не выходили на публику это для актера ужасное это как аборт это ужас у него в песнях есть абсолютное одиночество как же так что все кругом предательство ложь он подозревал людей часто что они к нему не так относятся как изображают он был из тех людей которые семьи лишены жизнь с Мариной это не семья они любили друг друга они были очень близкими людьми бывали периоды когда они были долго вместе она сюда приезжала они вместе путешествовали но это была не семья в этом смысле это плата он расплачивался за этот дар в том числе и своей короткой жизнью в том числе и отсутствием семьи своей я бы не сказал что ему скажем друзья заменяли семью они были для него очень важны но семья нужна человеку у него ее нет нормальной семейной жизни с борщами с воскресеньями совместными это было не для него он очень спешил как-то вот и ел жадно пил много и потом он был человек который не раздумывал не спрашивал что что ты сказал он лез в драку сразу он ездил очень быстро на машине и мы ехали по переулкам он куда-то опаздывал и просто неслись и вдруг и он успел затормозить там были какие-то дорожные работы и глубокий глубокий такой овраг плохо отгороженный какими-то проволоками в общем издалека было не видно что там работает мы чуть туда не улетели вот и он значит сел так я испугался он начал что-то хихикать что вот чуть не навернулись ха-ха-ха дал задний ход объехал эту яму и так же дальше поехал я маме моей рассказал говорю что вот такая история вот на такой скорости с восторгом об этом рассказывать и она вдруг заплакала и говорит ты не понимаешь он от этого умрет но я имел ввиду его скорость его нежелание двигаться в потоке он вообще жил под большим напряжением у него явно в таких периодах жизни когда человек сидит и спит а время идет у него в жизни такого не было на каждом концерте в каждой записи на каждом спектакле он выкладывался так как будто это был последний день его жизни он по-другому не мог его плата была то что он сжег себя очень быстро можно вот допустим рассказать какой-то его день там да и сказать вот смотрите как много успел сделать но это будет это было другое качество вот один кинематографист он смеялся над тем что вот он говорит Никита и вообще вся семья говорят что Высоцкий умер потому что много работал ха-ха-ха мы-то знаем от чего он умер он не понимает что у отца работа была другая это был совершенно другой затратный механизм то есть он не просто быстро ехал на машине он на самом деле эту жизнь сжигал быть или быть вот в чем вопрос достойно терпеть безропотно позор судьбы или нужно оказать сопротивление восстать вооружиться победители погибнуть умереть уснуть к концу 70-х Марина начинает понимать что при такой бешеной скорости и напряженной жизни которые усугублялись пьянством Высоцкий неминуемо движется к пропасти уже к концу жизни Высоцкий пытается остановить приближение неотвратимого преодолеть свою болезнь внутренний кризис разобраться в себе ему помогает Гамлет мы решили что этот Гамлет предполагает и знает что с ним произойдет то он сам должен погибнуть и он идет к своему концу зная что с ним будет через Гамлет он стал задумываться ну что ли как Гамлет говорит страх перед той страной откуда ни один не возвращался о жизни и смерти короче говоря и потом он как-то это постигал с годами я думаю что всякий человек который задумывается о смысле жизни зачем он живет вопрос как тебе задавал в семьдесят восьмом году ты говоришь мне что хочешь уйти из театра Любимов дает тебе возможность сыграть Свидригайлова в преступлении и наказании в начале семьдесят девятого это твоя последняя роль в театре в конце спектакля ты исчезаешь в люке откуда вырывается красноватый свет зал потрясен а я дрожу и не могу отделаться от глубокой тревоги весь остаток вечера Марина перестала верить что он действительно бросит пить и что он понимает что он делает с собой и думает что как всякий здравый человек она задумывалась о том как жить дальше он не сделал нечто большее в ее жизни на что она рассчитывала он так остался ребенком и она его раздражала с такой позицией мамы она его раздражала что она не признает его собутыльников товарищей многих он еще за друзья обижался он думал что все люди друзья но не все люди друзья и особенно страшно когда ты начинаешь ошибаться коренно в людях он выбрал людей которые быстро свели его к концу я отношу твое охлаждение ко мне за счет усталости обычной для супружеской пары прожившей вместе больше 10 лет я не знала тогда что это из-за морфия и главное ты очевидно отчаялся выжить я узнаю о твоих многочисленных изменах просто больная от ревности я не понимаю того что все это отчаянные попытки уцепиться за жизнь доказать себе самому что ты еще существуешь я не слышу того что ты пытаешься мне сказать это тупик ты кричишь о главном я вижу лишь то что на поверхности ты стонешь о своей любви я вижу только измены у Володи была проблема с женщиной потому что он очень быстро их покаял все это обстоятельство что песни возьми гитару и все и вопрос решен Марина не слушала никогда сплетни и не интересовался чем он занимался здесь без нее но естественно она что-то чувствовала и понимала он там что-то шалил грешил потом заискивал потом изменялся что-то суетился ему было тяжело с этим жить потому что он ясно понимал разницу когда он врет когда он обманывает когда он хитрит это у каждого человека есть у которого есть мозги у которого есть душа у которого есть чувство вены нормальное он понимал что что-то не так я часто приходила в отчаяние потому что было очень сложно жить пережить все эти проблемы часто часто но это так это все это все русские бабы знают так что я не буду объяснять что это жить все эти ужасные давления моральные все это объяснится после смерти все это понятно теперь однажды вы обмолвились что без вас он бы не узнал самого главного что вы имели ввиду я никогда этого не говорила так вероятно я сказала что без меня он бы умер в 30 лет это точно и кто скажет что это неправда ему просто по морде дам про Марину многие говорят она мужественный человек она сильный мужественный человек и отец сильный мужественный человек вот в этом смысле не было знаете вот как бы что вот слабая женщина вот оперлась на сильного мужчину вот они были равны то что она была во Франции а он был здесь этот брак цементировала и держала если бы они были все время вместе я думаю он бы разлетелся в пух и прах да она была сложна от их жизни но все-таки надо осмотреть отношения по доминанте а доминанта это была любовь а доминанта это был порядок который она принесла в его жизнь по разному выстраивая отношения с людьми освобождая его от каких-то забот освобождая свою жизнь от всего того что могло помешать их любви я ни разу не слышал от нее ни одного упрека ни одного сожаления ни одного там зачем я это сделала куда я бросил свою жизнь она его любила она его любила очень сильно иногда ты пытаешься мне объяснить что с тобой происходит но сам запутываешься зная о моем непреодолимом отвращении к наркотикам несколько лет они убивали у меня на глазах моего сына и я так и не понимаю тебя не вижу очевидного а ты наверное рассчитывал на мою помощь ведь с твоим пьянством мы боролись вместе но однажды ночью было сказано все и наконец между нами нет больше тайны мы снова вернулись к началу нашей любви нам нечего друг от друга скрывать ты говоришь я возьму себя в руки вся жизнь еще впереди ты дрожишь но это дрожь не от холода в твоем сером лице живыми остались лишь пронзительные глаза ты глотаешь украдкой какую-то таблетку и тебе ненадолго становится легче расслабляться он не умел и для того чтобы расслабиться ему нужно было такое-то резкое такое же расслабление такое же резкое и сильное как и его жизнь в данном государстве в то время я был бессилен потому что были очень большие деньги отослать его в Японию там говорят были успехи в этом грехе я это просмотрел но это очень большие деньги у меня не было а дальше под конец приходилось иногда даже мне позвонить ей и сказать что потрудитесь приехать потому что с мужем плохо я осознаю страшную действительность лишь тогда когда уже ничего нельзя поправить твое измотанное сердце перестает биться в первый раз 25 июля 79 года на концерте в Бухаре прямой укол в сердце возвращает тебя к жизни я не нужен этой даме в черном сказал тогда Володя однако он сделал все чтобы ровно через год не опоздать к ней на свидание он до конца жизни несмотря на все проблемы все все понимали производил впечатление очень сильного очень здорового человека когда он так глядя в глаза говорил все нормально вы что смеетесь вставал на крокодильщика на одной руке говорит сделай уголок держал вот так вот как гимнаст я абсолютно уверен что его вот именно смерть 25 июля с точки зрения медицины предотвратить было можно и в этом было легкомыслие самоуверенность людей которые были рядом которые были обязаны конечно по другому себя вести но бог им судья многих уже нет многие умерли уже вот я так считаю я их не обвиняю ни в чем я может быть вел бы себя еще глупее на их месте но то что это было вот как бы абсолютно предопределено что никто бы ни в какой клинике не помог бы помогли бы не знаю почему но все равно бы это произошло дело было не в пьянстве даже не вот в этих вот проблемах с медикаментами вот его мерить по меркам вот мальчик 18-летний понюхал клей и после этого там через два года скончался он был особенным человеком с другими возможностями с другой волей он просто от свой ресурс исчерпал он был столько устал он уже даже и не цеплялся это следствие вот этой скорости его жизни у него просто была болезнь которую нужно было остановить и сделать он это мог сам с помощью людей которые его любили нужно чтобы кто-то посвятил ему свою жизнь наверное в этот момент такого человека не было если мужчин там никого не было потому что они все только от него брали Марина отказалась от него и не винить ее ни в коем случае нельзя это усталость конечно сейчас так легко рассказывать это все же ад во-первых ты переживаешь это смертельно потом ну просто волнение нечеловеческое и это 24 часа в сутки кто может позволить себе так жить а остальные поджигали другую его страсть чтобы вытаскивать из него деньги чтобы быть с ним рядом чтобы глумиться чтобы думать он не лучше меня ничем я думаю что в той среде в которой он оказался в том круге людей с которым он оказался с той проблемой с которой он оказался конечно никакого выхода не было он бы умер никакого другого выхода у него не было уже тогда никакого я не делал отчаяния не стрелять подожди незадолго до смерти Высоцкий сыграл свою самую известную роль в кино в фильме место встречи изменить нельзя но именно от этой роли он хотел отказаться в первый же съемочный день Высоцкий сказал тогда режиссеру Говорухину понимаешь я чувствую что мне уже мало жить осталось я не могу тратить год жизни на эту картину отпусти меня осенью 1979 года Высоцкий выступал на Пятигорской студии телевидения и на вопрос ведущего какой вопрос вы бы хотели задать самому себе Высоцкий ответил может быть я ошибусь но например сколько мне еще осталось лет месяцев недель дней и часов творчества вот это я бы хотел задать этот вопрос себе вернее знать на него ответ к сожалению ответ на этот вопрос был бы неутешителен до смерти Высоцкого оставалось меньше года 11 июня 80-го года ты уезжаешь из Парижа в Москву нам обоим тяжело и грустно мы устали три недели мы пытались остановить твою болезнь все тщетно ты говоришь не плачь еще не время мы едем в аэропорт и я ничего не в силах сказать тебе кроме банальных фраз береги себя будь осторожен не делай глупостей но сил у меня больше нет мы уже далеко друг от друга последний поцелуй я медленно глажу тебя по небритой щеке и эскалатор уносит тебя вверх мы смотрим друг на друга я даже наклоняюсь чтобы увидеть как ты исчезаешь ты в последний раз машешь мне рукой я больше не вижу тебя за неделю до смерти 18 июля 1980 года Высоцкий сыграл Гамлета в последний раз он очень плохо себя чувствовал в тот вечер все время выбегал за кулисы и там был врач который делал ему укол Высоцкий снова вбегал на сцену абсолютно бледный но уже через несколько минут снова становился красный, возбужденный и опять выбегал за кулисы и снова делал укол полностью вымотанный он все же доиграл спектакль до конца и должен был играть Гамлета 27 июля а на 29 у него был билет в Париж к Марине В ночной тишине я закрываю глаза и словно прокручиваю фильм об этих проклятых месяцах наши тяжелые телефонные разговоры твои многодневные отсутствия в Москве и вечером 23 июля наш последний разговор по телефону а в 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту зажигаю свет сажусь на кровати на подушке красный след я раздавила огромного комара я не отрываясь смотрю на подушку меня словно заколдовало это яркое пятно звонит телефон я знаю что услышу не твой голос Володя умер вот и все два коротких слова сказанных незнакомым голосом это было рано утром я действительно был болен и мне сказал художник Боровский это примерно в 5 утра он сказал ну вот и кончилось ваша борьба с артистами за Высоцкого умер Володя я собрался быстро и мы поехали к нему там уже была толпа вот это Москва откуда они узнали день который мою жизнь повернул похорон 28 июля я не могу сказать что я понял кем был мой отец я такого не видел этого не могло быть вот то же самое что я видел вокруг те же дома только вот все в людях они не бесновались не орали они стояли я вообще в жизни редко плакал но я очень заплакал мне стало очень горько все мне стало жалко как ребенка понимаете в комнате с закрытыми окнами лежит твое тело у меня впечатление что ты дышишь что у тебя шевелятся губы и приоткрываются глаза мой сын Петя берет меня за плечи я прихожу в себя надо держаться и вот наконец мои дни я прикасаюсь к твоему лицу рукам больше никогда эти два слова душат меня почему это тело отвечавшее каждой мышце на любое из твоих желаний лежит неподвижно где этот голос неистовство которого потрясало толпу как и ты я не верю в жизнь на том свете мы больше никогда не увидимся я не верю Я возвращаюсь в Париж и нахожу твое последнее письмо. Оно написано за полтора месяца до смерти. Мариночка, любимая моя, я смогу найти выход. Главное, я хочу, чтобы ты оставила мне надежду. Ты единственная, благодаря кому я смогу снова встать на ноги. Я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Потом все встанет на место, и мы будем жить счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok